так ролик сделан для того чтобы показать как подключаются шланги в системе охлаждения в основном в области радиатора печки значит начнем первый шланг выходит из головки блока цилиндров попробую показать рукой беру вот здесь вот выходит трубка выходит из него соединяется шлангом дальше эта трубка идет показать вот она она проходит снизу и выходит вот сюда то есть это один сплошной шланг вот отсюда вот сюда у меня он входит в помпу и дальше из помпы вот здесь вот сбоку выход который идет уже в салон салоне проходит через радиатор и вот выходит трубка из салона значит эта трубка идет вот сюда вниз под двигатель здесь она дальше проходит проходит и соединяется тройником значит из тройника один из шлангов идет вот он идет 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 и приходит в расширительный бачок второй же шланг от тройника идет вот сюда в термостат подходит с нижней стороны термостата значит так также от термостата идут шланги один к радиатору к верхней части второй идет к нижней части радиатора еще один шланг вот здесь выходит и заходит в двигатель сейчас покажу с какой стороны вот он этот шланг выходит где-то где-то сюда и рядом с с ремнями здесь входит значит конструкция у меня именно такая потому что я снял клапана печки они располагаются обычно вот здесь прикреплены вот на эти самые гайки у меня этих клапанов нету если бы они были то вот этот шланг который выходит из головки вот отсюда шел бы в клапана общий вот здесь как бы снизу а из головки выходили бы два шланга входили бы в радиатор печки дальше из двух этих шлангов которые идут каждый на свою сторону радиатора на правую на левую для пассажиры для водителя выход был бы общем вот и как раз он выходил бы вот сюда вот этот шланг дальше тройник и через тройник на расширительный бачок и на термостат но я клапана убрал поэтому меня печка постоянно греет ну естественно вентилятор могу я включать или выключать но радиатор сам по себе всегда горячий вот так у меня проще то есть если у вас нету дополнительной помпы то нужно вот шланг который выходит от головки состыковать вот с этим шлангом то есть отсюда сюда сразу вот с этим шлангом который идет дальше в тройник тройник идет в расширительный бачок у меня он вот такой но обычно на бмв стоят расширительные бачки состыкованные сразу с радиатором и шланг к ним подходит снизу там вот где у меня вот тут вот находится большой шланг кто подходит как раз к расширительному бачку насколько я помню а этот шланг выходит с той стороны снизу а здесь сверху выходит вот этот шланг в этом на на бмв у меня просто это волговский поэтому меня вот так вот устроен то есть вот так это все что под капотом